Доброе утро, братья и сестры! Мир вам и Божие благословения! Я хочу остановиться на духовном аспекте молитвы «Отче наш», о которой мы с вами вчера говорили, и продолжить этот разговор сегодня. Перед тем, как в храме звучит эта молитва, неважно, исполняется ли она всем народом, или только хором, священник читает в алтаре следующую молитву. Тебе, то есть Тебе, Господи, вручаем всю нашу жизнь и надежду, Владыка, Человеколюбец, и просим Тебя, и молим, и умоляем, удостой нас причаститься Твоих небесных и страшных таинств. Этой священной и духовной трапезой, с чистой совестью, во отпущение греков, в прощение согрешений, в общение с Духом Святым, в наследие Царства Небесного, в дерзновение пред Тобою, не в суд или во осуждение. Это русский перевод церковнославянского текста, на котором читается эта молитва. Когда мы произносим слова «хлеб наш насущный дашь нам днись», то обычно мы имеем в виду под хлебом насущным нашу пищу повседневную. Но есть богословское осмысление этой фразы, гораздо более глубокое и более возвышенное. Хлеб духовный, которым питается человек, и к которому через несколько минут он должен приступить, это святое причастие тела и крови Господней. И вот именно в таком понимании и звучали сейчас слова вот этой предварительной молитвы перед подчинажем. «Священные духовные трапезы, с чистой совестью, во отпущение греков». А послушать сегодня я предлагаю песнопение из литургии оп. 40 Константина Николаевича Шведова «Молитвы Господней подчинаж». Русский хор под управлением иромонаха Абросия. Русский хор под управлением иромонах 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 Абросия. Субтитры создавал DimaTorzok Прощаемся до завтра, дорогие братья и сестры. Мир вам и Божьим благословения. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции. То есть перед каждым произведением я что-то говорю. О музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры Чайка. Ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников. Рождества Пресвятой Богородицы, воздвижения Креста Господня. И русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Вородинскую битву. И 27 ноября. Это театр «Золотое кольцо», там где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии рождественского поста. Песнопение из литургии святого Иоанна Золотоуста, накануне память которого празднуется. Рождественские песнопения. И русские народные песни, которые мы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу. Субтитры создавал DimaTorzok